Продолжение следует... 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 Привезли рюкзак... Вместе с собакой... Рюкзак был у полицейских... И в рюкзаке... Были как бы вещи... Ну вещи... Это... Тапочки из бассейна... Которые... Пахнут хлоркой... И чужая курса... Собака... Конечно... Понюхала... Понюхала... Покружилась на месте... В одном месте она упала... Повалялась... Я не понимаю... Что она... Ну как... Может ему там... Плохо было... Да... Может она знак какой-то показала... А вещи полиции привезла? Да... Полиция... И потом еще раз... Давали... Давали... Нюхали... Ну и буквально она... Ну отошла... Может метров на 50... Ну... Вот так вот... И все... Она буквально... Кружилась на месте... Все... Она... Дальше никуда не пошла... Она терялась след... Но... Потом... Мы пришли... Вернее... Собака вернулась... И сказали... Ну что... Что мы можем сделать? Во-первых... Темно... Мы включали и фары... И фонарик светили... Что мы даже не видели... Где... Кинолог находится с собакой... Ну... Мы постояли... Постояли... И... Решили... По всем вокруг... Дорогам... У нас... Это место... С двух сторон... Обходит дорогами... Ну... И... С одной стороны ездили... Полицейские... С другой... Потом поехал я... Ну... Светили парами... Сигналили... Полицейские ездили... Сирену включали... Ну... В лесу... Я когда ехал... Сигналил... Ну... Стояли... Кричали... Ну... Результата никакого... И мы решили... Поехать домой... До утра... До рассвета... Ну... И начать уже... По рассвету поиски... Потому что по темноте... Ну... Нереально было что-то... Ну... И народа не было... Ну... Что-то искать... Ну... И... Время уже... Наверное было около... Пол шестого утра... Ну... Мы созвонились... И все... Мы приехали туда... Сразу приехали... И начали делать... Обход вокруг шалаша... Это буквально... Километр на километр... Такой вот... Радиус... Не... Не километр... Вру... Вру... Это... Это я что-то загнул... Метров 300 на 300... Вот так вот... Ну... И может думали... Что... Где-нибудь лежит... Замерз там... Или плохо человеку... Сознание потерял... Ну... Ну... Мы даже... Следов не увидели... На этот момент... Ну... И... Вот потом... Как-то все начало... Вот это вот... Все происходить... А... Ну... Еще... На тот момент... Когда... Ко мне приехали полицейские... Ну... Спросили у Ладомы... И... Сказали... Говорит... Позвоните бабушке... Может он у бабушки дома... Я позвонил бабушке... Бабушка сказала... Нет, Андрей... Ну... Мы с ним договорились... Что он в 10 часов будет дома... Ну... Говорит... Ну его еще пока нету жду... Ну я ничего никому не говорил... Потому что... Ну... Не хотел расстраивать... Думал... Ну... Найдется сейчас... Там... Может в городе где-то... С друзьями... Или еще что-то... Была такая надежда... Ну... И потом... Позвонил матери... Сказал... Что вот такая вот ситуация... Насте... Я не знаю... Наверное часа в два ночи... Я позвонил... 2.45... 2.45... Я позвонил... И сказал... Вот такая вот ситуация... Ну и... После того... Я держал... С Настей связь... Как бы... Нашли не нашли... Ну... И... Утром... Они уже с Иваном приехали... Ну... 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 По поводу детей... Что могу сказать... Во-первых... Никто из них не пришел на поиски... Кроме одного... Ну... Парня... Который был вместе в компании... Но... Впоследствии... Ну... Летом... Ушел в армию... Хотя... Не собирался в армию ходить... Может быть... Таким образом... Его как-то решили отгородить... От всего... От этого... Ну... Остальные дети... Они... Ну... Ну... Как бы... Ничего такого не происходит... То есть... В принципе... У них все... Идет жизнь полным причем... То есть... Да... Органы как-то сейчас с ними работать или нет? Ну... Это неизвестно... Ну... Пока неизвестно... Пока неизвестно... Ну... А до этого... Какое время... Проводили... Какие-то может быть допросы... Или это были... Единые допросы там... Буквально... Ну... Проводили... Проводили опросы... Следственное управление... Смоленского комитета... Проводила... Ну... Допросы проводили... Несколько раз... Точно знаю... Кто-то из них был на полиграфе... Ну... Результаты, естественно... Не всех видела... Но опросы были по нескольку... Раз их опрашивали... Ну... Это такие... Даже не допросы... А просто опросы... Скажем так... У следователей... Ни вопросов не возникало... Никаких по ходу... Ну... Развития событий... По поводу того... Что они рассказывали... Ну... Для меня это странно... Мне кажется... Следователь должен задавать вопросы... Ну... Если у него какие-то возникают... Дознания... Наводящие опросы должны всегда быть... Ну... Этого я в деле ничего не видела... Есть изначально... Что показания разнились... Потом... Резко показания... Да... Они пришли в одну... В связи в какую-то... Да... Что... Начали говорить о том... Что... Ну... Все кто там был... Начали давать... Примерно... Одинаковые показания... Это вот как ночью... Они наверное в лесу... Да... Ну... В лесу... Когда они ночью... Они показывали... Вот на одно место... Там есть одно место... Куда он пошел... А вот на данный момент... Все потом... Наоборот все интересно пошло... Половина их даже... Меня там рядом не было... Я отходил... А поначалу они утверждали... Он пошел... Потом уже показывали... Чуть-чуть... В сторону... Угол 45... Так я говорю... Ребята... Вы определитесь... Туда или туда... Потому что это два разных направления... Или сюда вдоль дороги... Или сюда... Вглубь леса... Ну... Выйдешь на дорогу... Но только через лес... Если... Поэтому тоже непонятно... А какие-то следы на месте преступления... Были найдены... Кровь... Не знаю... Личные вещи какие-то... Не знаю... Все что угодно... Все что было... Не было ничего... Найдено... Потому что мы... Я как-то тоже... Сразу... В то... В то утро... Не обратил внимания... Но приехал с родственником... И родственник обратил внимание... Сразу... Что поляна была убрана... Чисто... Такое ощущение... Что там никто нет... Это было... Через сколько времени... А это... Утром... То есть... Грубо говоря... Когда уже... Ночью случилось... Это вся ситуация... Утром там уже... Все было чисто... Ночью я не обратил внимания... Как там было... Потому что темно... Да... Машины... Стояли... Тут большой вопрос... В том... Кирилл... Что происходило между... Пропажей Влада... Как они да... Говорят... 7 часов... И приездом... К Андрею... То есть... Вот эти 3 часа... Мы как бы не можем... Ну... У нас нет понимания... Что там могло происходить... Плюс ко всему... Больше трех часов... Там даже больше трех часов... Да... Плюс ко всему... Когда мы приехали... Настя позвонила... Мы с утра... Поехали туда... Взяли Милкого... Брата Влада... И поехали сразу на место... И... В этот момент... Приехал кинолог... Как раз я подъехал... Андрей уже тогда... После ночи выдохся... Вот устал... Ну... Один круг мы с собакой прошли... Которая вот вторая вывела... То есть... По второй собаке... Те же... Были... Тапки... Которые в хлорке... Та же кофта... Естественно... Она доставлялась... Просто... У меня ее таскали везде... Таскали везде... Рюкзак тоже везде... Они себя трогали... Есть вопрос... Если были тапки... Значит были плавки? Нет... Он в шортах... В шортах плавал... В шортах плавал... Потому что мы с ним в бассейн постоянно ходили... Вот в пятницу перед отъездом... Я с ним не смог в бассейн пойти... Заболел... И скажем так... Они с Женей... С другом пошли... Так вот... С этой собакой... Мы пробежали круг... И она... Обогнула... Кругом... От шалаша... То есть... Вышла на одну дорогу... Свернула на другую... И вывела нас обратно же к дороге... Вот... Со второй собакой... Мы сделали таких два круга... Я просил кинолога... Чтобы мы два раза побежали... Собака начала биться в другую... Которую чуть дальше будет... На повороте... Загалок сказал... Что... Если собака именно так вот бьется... Реагирует несколько раз... То возможно он умывался... Либо его умывали около этой трубы... Почему у нас версия с... Отвозом... Нашего ребенка... Появилась... Скажем так... А действительно... Когда на поляне мы были... Там получилось... Что... Как бы все было чисто... И... И... Я бы не сказал... Что там компания какая-то гуляла... Плюс... Ко всему... Ты говоришь как бы про следы... Да... Как бы сняли... Что-то не сняли... Мы когда... Сами проводили свои действия... Какие-то опросы... И так далее... Людей... Мы понимали... Что опрос свидетелей не ведется... Мы сами бегали по людям... Несколько свидетелей... Которые уже сейчас... Идут в отказ... Мы сами... Умолялись сказать... Что они слышали... Зная что они слышали... Они нам донесли информацию... Эту информацию... Мы передали уже в московский СК... По этим свидетелям... Что хотел сказать... Относительно... Места... То есть... Когда мы начинали поиски... Соответственно... Мы... Круглосуточно... Круглосуточно... Не вылезая из леса... Наверное... На неделю хорошую там прожили... Неделю мы жили там... Неделю жили днем и ночью... Спали где-то по часу... И... Более того... На второй или третий день... Помимо Сальвара... Было собрано огромное количество людей... Которые... Добровольцы... Люди... Откликнулись... Из Смоленска... Из других регионов... Из Демидова... И приезжали... Там человек 300... Мы набрали в первую неделю... И... Прочесывали... Два километра... Прочесывали радиус... Да... И когда подходили... Сальвар говорит... Вот... Мы же видели карту... И так далее... Никого не обвиняем... Ребята... Поисковики... Еще раз говорю... Всем спасибо... Есть вопросы... Да... И мы просто... У нас нет на них ответа... И... Когда Сальвар говорил... Ну вот... Смотри... Место... Значит... Вот это... Плохо проходимое... Все знают... И... Они знают... Что у меня были забронники... У Андрея были высокие сапоги... У родственников тоже были высокие сапоги... У нас были коллегники... Которые позволяли... На эти места... Именно... Похоже... Когда мы видели... Знают... Что наш ребенок может пошив... Да... Неделю... Там какую-то... Да... Даже максимальный срок... Ну... Первые три дня точно... Мы говорили... Юра... Покажи... Где они прошли... Вот место... Вот болото... И... Не даст мне соврать никто... Мы ломились в эти болота... То есть мы лезли... Есть видео даже... Как мы лезем по этим болотам... То есть говорить о том... Что... Скажем так... В радиусе километр триста... Не было... Мы плохо прошли... Да... Говорить... Я бы не стал так говорить... Потому что... Прошли... Ребята мои знакомые... Которые в спецподразделениях служат... Которые... Некоторые вот ставки... Они тоже лезли по этим болотам... И они не просто шли по болотам... Да... Они как за своего ребенка... За нашего ребенка шли туда... И поэтому говорить... Что километр триста не пройден... Ну я бы не стал... По крайней мере... Да... Вот... Иван... Вот у нас там такое... Разливается вода... Но болото... Не болото... А вот напротив помойки... Там вообще вот... По шее... Иван там лазил... Полностью... И коряги... Он лазил... То есть мы раздевались... Лезли с кошками по этим болотам... Да... Что еще хотел сказать... Относительно того... Следы там... Не следы... Да ничего не снимали... Получается мы стояли... Курили у шелуша... Почему нам так обидно... Так обидно... За то что произошло... Следствие не велось... Вообще... Следствие местное было... Место Демидовское... С Демидовское... То есть мы... А Смоленское подключалось позже или не подключалось? Ну это позже... Это тоже все потом... Когда мы... Хататайс написали... То есть мы приезжаем на место... В очередные поиски... И... Опять же... Оговорка сразу... Что... Несмотря на то что... 18 мая... Сальварь Простен поиски... У нас 5 инициативных групп... Которые работают сейчас... Куда входят и бывшие следователи... И настоящие следователи... И спецподразделения... Ребята... И спецназа... И так далее и тому подобное... Они работают и сейчас... И по этим местам... Которые с Альваром были закрыты 18 мая... 18 мая... Группа по экстрасенсам у нас ездила... Группа по незакрытым местам... Группа по трекам... То есть у нас работали ребята все лето... Мы не вылезали... До середины июля мы работали... Потому что потом уже было невозможно... Трава высокая была... Вообще ничего не было... И то проезжали... Так вот... Когда мы стояли у этой беседки... Курили... Я говорю... Смотрите ребята... Следы на беседке... Вот у меня фотографии даже есть... Да... Видно что кроссовки... Я говорю... Присмотрелись... Действительно... Как мы узнали что туда кто-то лез... Да... Мы увидели эти следы... Я звоню Самкович следователю... Говорю... Слушайте... Александра... Не помню отчества... Валерьевна... Валерьевна... Говорю... Тут следы на беседке... Давайте как бы их снимем... Не зафиксировали же... Это же место... Ну какого-то... 105 убийства... Было в третий день... Место происшествия... Да... 105... Несовершеннолетний... Давайте может их снимем... Да там кто угодно может лазить... Она мне говорит... У меня трубка упала... Туда вообще нельзя залезть... Мы заставили приехать следователя... Который приехал... Мои ребята были... Тоже из спецназа... Взрослые мужчины... Они говорят... А она говорит... Показывайте как туда лезть... Взрослые мужики такие смотрят на меня... Ага... Ну давайте... Говорю... Есть... Они залезли... Причем как бы... Ну не проблема... И после этого... Они помогали держать эти следственные фишки... Вот эти квадратики... Чтоб она сфотографировала... И с недовольным видом просто уехала... Вот так вот мы искали следы... То есть у нас получается... Потом мне говорят... А что-то за следствие все отработало... Да... Видео... Видео получается... Которое видео... Единственное видео... Достал я... Да... Следы нашел я... Блин... То есть все нашел я... И мне потом говорят... А что ты лезешь... Кто ты такой... Да это мой ребенок... Ребята... Я его отчимом был... Я его растил с четырех лет... Ну еще учитывая... Что были подозреваемы... И был подозреваем... Какой пиар... Самый первый по-моему... Это был даже... Я самый первый подозреваем... Какой пиар... В госслужбе... Какой пиар вообще может быть... Проснитесь... Люди... Немножко... А подозреваемые ради того... Что он... Шум такой поднял... Потому что если бы меня не было... Не было бы такого шума... Так убейте меня... Убейте... Закопайте... Так... А родители этих детей... Кем являются... Которые были... На... Данном... Мероприятии... Где Влад пропал... Кто-то из них в органах... Служит... Кто-то... В администрации... Кто-то... Простые люди... Ну а есть обычные... Обычные люди... Предприниматели... Ну... Судя как... Да... Ну если при власти... То наверное... От них комментарии были какие-нибудь? Ну комментарии только после... Как бы журналисты... С ними стали работать... В той компании... Кто это сделал... А эти ребята... Другие приехали... Мы не знаем... Мы уже знаем... Что там другие люди были... Ну... Другие дети там... Судя по некоторым фотографиям... Которые мы видели... То есть мы говорим... Что... То что произошло с Владом... Случилось там... А оскорбление... Ударили... Обозвали... Обиделся... Сам... Ну то есть... Да... Несчастный случай... Там всякое... Но именно в той среде... Случилось что-то... Что явилось необратимым... Для нашего ребенка... Вот... Основной посыл... Вот услышите его... Случилось все там... И видео... С того места есть... С унижениями... Либо просто видео... Мы не знаем... Но оно есть... Следы борьбы... В промежутке в этом не было... Да... Если мы берем эту полянку... Да... Которая основная была... Где происходила... То есть... В дальнейшем не было... Как говорили... Неполоманных веток... Ни смытов... Не было вообще смытов... Дело в том... Что мы когда первые три дня... В лес ходили... Мы на это внимание не обращали... Мы обращали внимание на следы ломления... Следы... В лес... Как шли... В разные стороны мы взяли... Метров триста... Смотрели... Ветка сломана или нет... Даже эксперименты ставили... Вот шли с ребятами из Сальвара... Я в бригаде шел... Выключали фонарики ночью... Часа в четыре там ночью было... Говорю... Давайте попробую я... Метров наверное... Тридцать пытался там бежать... Лезть... Потыкался... Невозможно... В ближайшем радиусе не было... А если даже рассматривать версию... Что он ушел... Которую мы не рассматриваем... Категорически мы ее не рассматриваем... Вы потом поймете почему... То... Не вдываясь в детали... То... Значит если он ушел... Значит он не хотел туда возвращаться... Потому что когда мы были с корреспондентами России один на этом месте... Мы четко слышали голос... Когда попросили из лагеря покричать... Слышно очень сильно... То есть если они через 15 минут похватились... Значит они крикнули бы... И он пришел... Значит он не хотел возвращаться... Если уход рассматривать... Да как одна из... Ну возможно тогда... Это даже... Ну нет... А по самому уходу... Если так пробежаться... Кроссовки завязаны... Зашнурованы... Не потерял кроссовки... Не потерял носки... Трусы в идеальном состоянии... Футболка в идеальном состоянии... Штаны... В этом самом... Только резинка осталась... Все... Все... Штаны изорваны... Ну это уже получается дальнейшее... То есть когда... Местные органы узнали о том... То что... Вы подали заявление на Москву... Что... Что дальше произошло... Ну когда уже естественно... Было найден... Итог... Ну 29-го... 29-го числа... Да... Ну 29-го числа... Мы переехали на встречу... К Бастрыкину... Пока ждали... Значит... Пришли в... Пока ждали... Да... Наша была следующая очередь... Там вышли люди... Ну как бы тоже... Из следственных органов... И... Сказали нам... Что... Нашли... Ну предположительно... Останки... Человека нашли... Да... Ну предположительно... Ну предположительно... Ну еще не точно... И... То есть нам в этот момент пришлось... Заходить к Бастрыкину... Естественно... Состояние такое... Ну... Ну... Я там начала говорить... Ну чем я недовольна... Что меня не устраивает... Но он уже... И так меня в курсе было... С всей этой истории... И... То есть Москва получается... Уже уже была как-то... Да... Они уже были осведомлены... Да... Так... Получается... Вызвали... Сказали, что нашли тело 29-го... Да... Так... Дальше... Что было? Ну просто восстанавливаете... Чтобы было понимание... Когда уже вышли от Бастрыкина... Приехал следователь из московского... Следственного комитета... Центрального аппарата... Мы с ним обговорили... Ну... Какие вопросы его интересовали... Что... Нас в первую очередь волнует... Что нас не устраивает... И на что мы хотим обратить внимание... Ну... И потом мы приехали сюда... В Смоленск... Ну еще вот... Да... И через какой-то... Ну до приезда еще... Я хотел сказать... Пока они были в Москве... Получается... Мне позвонили ребята... И сказали, что... Какие останки нашли... Я позвонил Васильевичу... И спросил... Действительно ли это так... Он сказал... Какие-то останки нашли... Идем на место... Я сразу же выехал на место... Приехали на место... Пока работала следственная группа... Криминалисты... Нас туда не пропустили... Мы хотели проехать... Нам категорически запретили... В плоти сказали... Будете нести уголовную ответственность... Но... Опять же... Мы в рамках правого поля действуем... Мы и планируем действовать... Только в этих рамках... И не стали... Как бы идти на конфронтацию... С криминалистами... Местными... Поэтому дождались... Пока они уедут... И... Решили туда... Ну потому что люди уже туда... Собрались ехать... Мы решили... Чтобы... Никто лишний не поехал... Поехать... Посмотреть... Как оцеплено место... Как... Ну... Посмотреть... Где он... Так сказать... Место... Место... Да... Проехали туда... На большом... Самодельном вездеходе... Пришли... Вот... На это место... Уже... Уже темно было... Светили фонариками... Осматривали... И... Увидели кости... Остатки... То есть... Фрагменты... Костей... Фрагменты костей... Лежали на этом месте... Мы... Как бы... Немножко... Как сказать... Даже слова не подберу... Наверное... Шокирован... Ну да... Шокирован... Я позвонил Андрею... Насте... Говорю... Слушайте... Тут кости... Настя позвонила... Следователю... Сказала... Что не забрали кости... Ну да... Я ему прислала фотографии... Да... Что мы подтвердили... Что на самом деле... Фрагменты оставили... То есть... Частично... Много... Останков... Мелких осталось... Да... Маленькие... Маленькие... Потому что да... Мы ночью туда вот... Из Москвы приехали... Где-то во втором часу... Во втором часу... Во втором часу... В полтретья... В три мы там на месте были... Ночью... Вот... И... Ну... Тоже это видели все... Вот... И потом как бы... На утро я так понял... Они... Все собрали... И... Самое удивительное... Вот... Если... Здесь как бы... Ну ладно... Знакомые-незнакомые криминалисты... Дело не в этом другие... Которые... Просто независимые они... Все сходятся во мнении... Что не... Мешочков... Которые остаются от мысливых органов... Под скелетом... Не нашли... Соединительных тканей... Соединительных тканей... Волос... Какого-то было... По-моему... Сколько... Ну совсем... Совсем... То есть... Всего шевелюры... И нам сейчас... Хотят нас убедить в том... Что за 10 месяцев... За 10 месяцев... Разложилось полностью тело... Еще и мхом... Да... Тут... Отвлекусь от темы... Вчера девушку в лесу... Да... На днях нашли... Которая полгода пролежала... В такой же местности... Ее можно было опознать... Просто вот... Полгода... Ну 6 месяцев... Ну понятно... А здесь прошло 9 месяцев... И уже не то что опознать... Тут скелет... То есть это говорит о том... Что... Ну... Это просто... Пытаются... Сделать так... Чтобы... Просто... Мы думали... Что вот он так разложился... За 10 месяцев... И... Он ушел... Вот я такую думаю версию... Хотят... Чтобы мы... Донести до нас... Чтобы мы поверили в это... А мы вот... Не верим в это... Да не то что не верим... Тут фактов столько много... Что вот мы очень надеемся на... Центральный аппарат... Следственного комитета... На Бастрыкина... Что он разберется в этой ситуации... Потому что здесь нестыковок больше чем... Для понимания человека... И понятно когда люди все это обсуждают вокруг... Много вопросов... Очень много вопросов... А представляете сколько у нас вопросов... Если мы 10 месяцев в этом живем... И сами стали детективами... И следователями... И я не знаю кем... А стали не потому что мы такие... Невменяемые... Как нас называют... А потому что так ведется следствие... А потому что ведется... Велось так следствие... При котором мы понимали... Что не опрашивали свидетелей... То не сделано... Это не сделано... Потому что есть свои люди... Так же в органах... Структурах... Повыше чем... Следственный комитет местный... И которые нас инструктировали... Что делать... Которые нам говорили... Как лучше сделать... Потому что пропал ребенок... Пропал... Я думаю что... Если бы у кого-то пропал ребенок... Ну... Нам что надо дома сидеть... И ждать... Пока нам кинут... И скажут... Хавайте то... Что мы вам дали... Нет... Мы... Даже больше скажу... Если бы это случилось в Москве... Или в Московской области... Вы там подняли бы... Все районы подняли... Подняли вертолеты... А мы... А мы каждый день ходили... Как на работу... А вертолет же летал... Вертолет летал в первые дни... В первые дни... Два дня по-моему... Вот вертолет летит... Я вот... Мы видим бутылку... То есть бутылку они видят... А ребенка они не увидели... А 1,90... Учитывая что не было ни листвы... Ничего не было листвы... Коптер Следственного комитета 9-го летал... Снимки мы кстати не видели с этого коптера... Хотя бы сравнить снимки Лизы Алерт... Которые вот все видели с телом 21-го апреля... И снимки 9-го апреля Следственного комитета... И посмотреть... Было ли тело там... Ну... 9-го апреля... Следственный комитет сейчас занимается... Восстановлением видео... Переписок фото или биллинг... мобильного телефона того же самого, как его фамилия, Дерябель, да? Дербанова. Дербанова. К сожалению, мы не обладаем такой информацией. Следствие ведется и нас никак пока не оповещает. Друзья, пожалуйста, кто смотрит нас из органов, пожалуйста, обратите внимание на это дело, потому что мы знаем, что вы смотрите. Вот. Так, сейчас, секунду. Друзья, пока можете писать вопросы, которые вас интересуют. Да, и по поводу независимой экспертизы люди спрашивают, что в итоге пока что. Мы ждем экспертов, потому что будет проводиться порядка семи экспертиз. Они проводятся сейчас, надеюсь. Это ДНК экспертиза, естественно? ДНК. ДНК в том числе повторно в Москве, плюс еще ряд экспертиз. Пять или шесть. Там они разные экспертизы на все, на все, что могут они там проводиться. Ну, по времени сказали три. Три-четыре месяца. Ну, не больше четырех. Местная экспертиза сказала, что... Ну, местная, Смоленская, подтвердила. Что это останки влаги. Не знаю. Круто. Так, по поводу вот зубы. Зубы по поводу зубов спрашивают. Мы не знаем, мы не видели. Мы в этот момент... Сразу скажу, мы не видели... Фотографии не было, останок ничего не показали. Ничего не показали. Потому что... Ни фотографии с места криминалистами, ни с самих останков. Ничего не было показано. Только... То есть, по факту, вы видели только останки, которые они не забрали с собой? Да, ну и потом вот эти останки, что в СМИ появились, вот эти вот фотографии, когда они лежат на собранной, там, в гости, и все. А следствия нет. Нам ничего не представляло. Вы думаете, на фото с коптера реальное тело? Мы не специалисты. Мы не специалисты. Ну, вообще, вот чисто формальность, потому что... Так, да, вроде похоже. Место то, все прямо как... Я на месте был, да. Просто у меня... Ходил, сравнил деревья, все, да. И мне просто еще, я как, для себя хочу, чтобы, ну, узнать, поглядеть, как лежали, как они доставали кости, как лежали, в каком направлении. Ну, то есть, хотим мы посмотреть фотографии все-таки, как расположение останков костей. Ну, потому что просто... Мы видели фотографии тела, оно, как-то, кажется, оно боком лежит. Но он боком, во-первых, и поза неестественная для человека, который замерзает. Ну, и замерзает... То есть, боком, да, конечно, поза эмбриона. А у него просто, как будто его как-то или кинули... Бросили, пихнули там... Руки в разные стороны, то есть, раскинутые. Ну, это поза неестественная для человека, который... И кроссовки... Потому что на фото, вот... Ну, а как будто, как бы, тело довольно-таки, ну, не кости там на фото. Ну, просто... Нет, это же в апреле фотография была. И я хочу сказать, что... Ну, по фотографии, ну, если судить, то есть, я считаю, если бы это было практически через месяц, то я думаю, что бы тело выглядело по-другому. По-другому, конечно. Они вот в таком, примерно, нормальном виде... Она еще в более-менее нормальном виде, ну, состоянии или фотография такая, ну, создается мнение такое, что буквально вот она. Я просто видела, как люди через неделю, или же, ну, которые умирают, то есть, они совершенно в другом состоянии. Они опухают, начинают... Ну, да. Ну, там по-разному, да. Ну, могут и сохнуть, они могут и сохнуть. Подробности, конечно, такие. Еще был вопрос такой, Кирилл, сейчас перебью. Костя, Костя. Ой, Костя. Не вспыхай, Кирилл вызывай. Я не знаю. Похож на Кирилла. Хотел сказать, что туда доступа, говорят, дорог нет, да, подвезти. Ну, да, от шалаша, конечно, туда пробраться сложно. Но если мы поедем с асфальтной дороги, там есть поворот налево, и она выходит на лесовозную дорогу. К этому месту может подъехать любая практически машина проходимая, будь то квадрокоптер, этот самый, квадроцикл, либо грузовой, какой-нибудь лесовоз, либо, ну, что-то тяжелое, полноприводное, либо та же буханка, которая может пройти к этому месту, ну, абсолютно нормально. То есть доступ к этому месту тяжело проходимый, но есть, и на транспорте, и в том числе. Ну, в полусуте, в основном, ну, да, да, да. Ну, километр, ну, километр, да, километр. Ну, 200 метров там остается. Ну, то есть туда подъехать можно, туда и за пойдем довольно. Так, по поводу слова, такого, которое было, не знаю. Спасить за что это? Было, было, слово. 16 апреля мы в поиске велись активно, и 16 апреля утром мы приехали на место раньше, еще с Альвара, да, с Альвара еще не было. Подошли к шалашу, сначала не обратили внимания, потом смотрим надпись, прям на земле. На земле, да? Все было, по-моему, тут было. Ну, нет, позже все приехали. Мы самые первые приехали. Это еще Демидовское следствие было. То есть видели их не только мы, не только я, Андрей. Есть свидетели, которые с нами приехали, которые готовы подтвердить. Слово было, но не знаю, откуда оно, кто его написал. Ну, почерк, ну, все равно почерк. Ну, по обычной, палкой, палкой, да? Просто палкой написано, да. И фото мы сразу отправили в... Даже дело, если такое вести, то человек, как бы, ну, вряд ли в лесу прожил. Ну, конечно, нет, нет, это просто издевка. Это кто-то, да, издевательство, но еще нам стало немножко обидно, что на пресс-конференции преподнесли эту информацию, мол, что мы это выдумали. Придумали вот это вот. А, даже так? Да. То есть сказали, что мы врем. Специально, наверное, это нарисовали и преподнесли это. То есть издевка о том, что мы вводим в заблуждение. В том-то и дело, что как раз-таки мы и не вводим в заблуждение. Если все заметили, за 10 месяцев мы постараемся апеллировать фактами. Никаких домыслов мы не приводим. У нас 5 версий. Еще раз говорю, 5 версий, которые мы отрабатываем. Кто на себя начинает что-то натягивать, кто кого-то обвиняет, никто никого не обвиняет. Мы рассматриваем 5 версий. Мы хотим правды просто. Мы хотим узнать, где наш ребенок и что с ним случилось. Он нам дорог. Как вы не поймете, люди? Это наш ребенок. Да, там волна и негативы сейчас определенные есть. Да мы к негативу, мы за 10 месяцев, мы уже... Я представляю, что люди просто вызывают недалекую волну. Мы до этого никогда не опустимся и опускаться не собираемся. И обвинять мы никого не обвиняем еще раз. Мы просто хотим правды. Как там говорят, что мы родители такие-сякие. Мы обыкновенные люди. Вы можете потом нас обсудить. Да, потом, но мы хотим просто понять, что с сыном случилось. А потом, что хотите и как хотите. Мы просто правду хотим добиться. Кто с кем, где живет и так далее. Сейчас не тема для разговора. Кто что покупает. Это уже дело каждого, потому что сейчас как бы здесь расследование. Так, вообще приблизительные сроки какие-нибудь есть? Или вообще неизвестно? То есть вы сейчас находитесь вне? Вакуум информации вполне. В подвешенном состоянии пока, да. Ничего не знаем. Только по экспертизам. Мы хотим поблагодарить, просто потом забудем. Группы, которые нас поддерживают. Людей, которые поддерживают. И вообще нам всех людей. Всех людей. Большое вам спасибо. Спасибо огромное всем блогерам, которые разнесли эту историю. Просим вас держать просто до полного расследования. Руку на пульсе. И так как эта волна будет в любом случае затихать, мы просим просто простых людей, обычных, и блогеров, которые могут. Держите, пожалуйста, руку на пульсе. Нам это важно. Мы чувствуем вашу поддержку. Благодаря ей мы подняли голову и опять пошли вперед. Когда силы просто реально нас покинули. Когда мы остались одни. Поэтому мы вашу поддержку чувствуем. И говорим вам большое спасибо. Только единственная просьба. У меня говорить по факту, по существу адекватно. А не выдумывать непонятно что. Старайтесь проверять все факты. Мы на связи. Каждый из нас на связи. Если вы нам задаете вопрос, мы на него ответим. Но лучше проверяйте, пожалуйста. Потому что да, вы иногда высказываетесь. А эта информация совсем не информация. Она ложная. И вводит запуск. И у нас это тоже выливается потом негатив. Что вот это из-за нас все. Как бы вот так. Из-за нас? Ну это из-за нас. Но просто не хотелось бы вот этого всего лишнего. Чтобы отвлекало от фактов. Да, отвлекало. Если есть, конечно, факты. Давайте их обсуждать. Все спрашивают про Чечню. Я не знаю, что это. Слушайте, фотографию. Фотографию очень похож. Похожа, но овал лица. Но это нет. Овал лица, нос не то. Брови, брови не похож. Согласен. Губы даже не те. Губы, да. Губы не те. Вот если увеличивать конкретно лицо брать, нос совсем не тот. И вот эта часть. Вот у Влада, у Влада шишка с левой стороны была. Я просто не видел. Я про это не прошу. Ну в общем говорим, что это не Влад. Это нет. Мы сейчас в группе, вот вы видели, что в группе пост повесили. Там по поводу, есть одно видео единственное. Наша последняя зацепка. Ну такая одна из основных, которые достал. Если действительно есть, которые люди разбираются, там кидают фрагменты. Разбор видео, разбор там звуков. Но это не совсем то, что мы хотим донести. Если есть специалисты, которые, может даже это платно как-то сделать. Потому что, кстати, за деньги хотим сказать спасибо. Деньги, которые Насте на карту пришли, они неприкосновенны. Мы справляемся своими силами. У нас есть еще пока средства небольшие. Мы их тратим. Деньги лежат на карте. Можем выписку представить. Я сразу скажу, этого стесняться не нужно. Люди абсолютно адекватные. Разные ситуации. Но все равно эта ситуация двояк у нас отразилась. Это везде так даже. Но мы стараемся их не трогать. И об этом мы сообщим. Так вот, если есть эксперты, которые могут кадрировать видео, разобрать по голосам видео, разобрать каждый фрагмент именно на специализированном оборудовании, просто отзовите и скажите, сколько это стоит. Потому что на видео много голосов, которые не слышны на заднем фоне. Но они есть. И нам очень нужно. Вот это прям просьба к ребятам. А есть аудиозаписи? Видео есть. Видео есть. Видео есть. Это единственное. Главное, да, с Кирилем, конечно. Да, мы сейчас можно встретить эту штуку. Ада, по юристам спрашивают, кто сейчас работает вообще. Адвокат... Ну, мощная защита, ну, именно выстраивает страна. Дело в том, что да, у нас адвокат, Лялин Вадим Михайлович, он в Москве живет, он взялся за наше дело. За что мы благодарны. Да, за что мы благодарны первому, второму каналу Малахова, Россия-1. В общем, ему пока не дают ознакомиться с делами. Пока тоже. Пока, да. Я сейчас маленькую страну заметил. Получается, если... Я просто вернусь к теме останков, да, когда бы, когда они изъяли их, да, там остались. Вы их, получается, взяли, да? Или нет? Или вам там были? Нам ничего не проводится, эксперты ничего нет. Нет, то есть так, да? Даже так, то есть ничего, да, не дали? Так, 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 что у нас еще? Почему Василевич в негативном ключе отзывается о вас? Кто такой Василевич? Василевич это старшая группа поисковой группы. С поисковой группой у нас, в принципе, у меня там много знакомых работает. Ну, не работает, как волонтеры, да. Многих я знаю, и, в принципе, мы с ними рука об руку шли. Но с Василевичем, с Юрой у нас тоже, кстати, сложились хорошие отношения. Ну, никаких проблем не было. Но вот как только останки были найдены, и как только, опять же, не с нашего посыла, а люди начали задавать вопросы, просто люди, он на нас как-то обозлился. То есть он записал видео, обращение к людям, там начал оскорблять их, начал Ивану писать сообщения. Но я их не буду обнародовать. Да, дело в том, что если бы он хотя бы не записывал это видео и сказал бы, ну, адекватно, что да, ребята, ну, как-то адекватно объяснил эту ситуацию. А то он начал говорить, что туда нельзя было пройти, там было воды по колено, то, что Влада нашли в воде. Ну, вот такую чушь. И, естественно, люди начали, ну, негатив в сторону Василевича. А он этот негатив почему-то переключил на нас, хотя ни разу, ни плохого слова о нем не сказал никто. И теперь развернул Сальвар против нас, как будто мы их обвиняем. Мы никого не обвиняем. У меня есть голосовое сообщение, в котором я предлагаю из Сальвара участнику, когда у нас тоже начался вот этот вот перепалка, причем с их стороны. Я предлагал, я на голосовой переменивались, и, как бы, я в целом дипломат, и говорю, давайте у мамы, у мамы Влада и у папы, да, как у родных людей, есть к Василевичу вопросы. А, ну, может быть, их обсудить просто, ну, на это голосовое, как бы, реакция была тоже не совсем, как бы, понятна. Мы же всем говорим, мы готовы к диалогу, нельзя объяснить. Зачем-то, ну, негатив, опять же, он не шел от нас, мы не говорили, что вот они, нет. Есть странности в нахождении останков. Мы начали про них говорить, что есть такая странность, есть такая странность. Вот про скелетирование сказали быстро и так далее. Вот много вопросов, и почему бы с нами не поговорить. Так, понятно. Так, что у нас еще есть по вопросам? Почему Жумаев не отдает куртку? Я просто не знаю многим, мы просто, мы, вы нас тоже правильно поймете. Я не могу сказать, почему Жумаев не отдает куртку. Я не обращалась к нему с этой просьбой. В общем, ну, может, она ему нравится. Может, пускай носит на здоровье. Пускай. Если ему так нравится. Я понял. Так, эфирки нибудь еще будут по региональным телевидениям? Мы пока не знакомы. Пока никто ничего не говорит. Пока идет следствие. Так, и по ДНК за границей. Пока ждем, мы не можем ничего сказать. Ждем пока результаты, экспертизы. То есть это уже будет после того, как центральный экспертиз, экспертиза независимо будет либо... Отдает данные экспертизы, потом вы уже берете... А потом мы будем думать, 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 думать. Ну, естественно, по решению, потому что они могут сказать, что и там вообще не то все. Ну, сначала надо дождаться центрального аппарата. Я пойду. Друзья, еще раз напоминаю, кто нас смотрит, пожалуйста, если... Я знаю, что смотрит и аппарат президента. Пожалуйста, за это дело возьмитесь. Вот. Комментарики какие-нибудь еще будут? Танил, еще раз спасибо всем, кто поддерживает. И опять же, если будет организован действительно сбор денег на какие-то цели, нам уже сказали, что, скорее всего, нужно будет обратиться в фонд. Я вчера слышал... Ну, да, вот по поводу денег мы решим, потому что мне многие пишут, значит, хотят обратиться в фонд благотворительный, чтобы собрать деньги на памятник. Но пока я считаю, что... Рано еще. Рано еще. Давайте мы дождемся следствия хотя бы первых результатов каких-то. Давайте не будем хоронить раньше времени. Да, потом. Мы еще надеемся, что влачинок. И его продолжаем искать. Мы еще не готовы к этому. Огромное спасибо. Ну, компания подростков приехала вот на это место, где находится шалаш, ну, где-то примерно около трех часов. Влад с Жумаевым, Максимом и Янченко, он и Дмитрием приехали позже. Позже? Ну, я примерно, не знаю, ну, примерно где-то... Полчаса у них. Да, может, пол четвертого, может, без двадцати четыре. Вот, то есть, они вот здесь отдыхали. Вот этот стол, за которым они сидели. Вот этот шалаш, на который они залазили. Ну, вот здесь костер. Ну, потому что по показаниям они говорили, что они в семье сижали шашлык, получается, да? Да, вот этой лавочки не было. Лежала просто... Ну, вот это... Да, на земле вот эта доска, то есть, это уже потом, когда поиски были, да, приставили. То есть, вот эта свалка, вот видно, что здесь сейчас вот мусор кругом. Причем везде-везде, по всему периметру. Везде-везде, тогда такого не было, было чисто все. То есть, никакого мусора. Там даже на видео видно, что мусор валяется, как бы, вот это видео, которое оно есть. В итоге ничего не было. Вот здесь вот, на вот этой крысе, когда мы еще не знали про видео, вот были обнаружены... Ну, видно было, что кто-то лез на этот шалаш. Ну, вот здесь вот были вот эти следы. А еще хочу сказать, что на видео четко видно, что у Лада кровь. Кровь и на руке кровь. Просто он же и об шалаш терся рукой этой. Но в итоге ни следов, ничего нету. И собака не чуяла, ни запах крови. То есть, она сюда вообще даже, ну, как бы, не подходила. Нюхала. Вот, ну, а потом ребята показывали вот это направление. Сначала за помойку, за свалку. Потом я видела, Валера показывал даже в эту сторону, что он уходил вот, то есть, вот сюда. А останки нашли вот там, в ту сторону. Ну, как раз вот в этом тысячу-двести метров, прямо туда. Да, ну, там, ну, если так брать, то вот это направление. Не совсем прямо, там и так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Сюда иди. Папа, что ты? Сюда выходи. Иди за мной. Олег засосёт. Всё? Терник? Отлично. 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 Здесь очень много сухостоя, кстати. Который ломается. Прям идёшь? Отлично. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Парабины работали, но не пыльминки когда-нибудь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok ну там ну понятно что там не было следов больше будет залито еще больше потому что до того места доехать абсолютно легко как показ практика учитывая что ездят грузовики а под грузовик можно проехать тащили если у него порванные всех хлам штаны были значит утащили я не знаю что синтетика хлопок хлопок и ластан даже от дороги тащить его это было что-то с чем-то вот дорога вот проходили вот доехать можно до сюда вот так пройти 10 минут здесь особо таких следов ты может по не быть по факту не ну мы не видели зверей не ну собаки по лесу бегают господи кей зарубки какие-то жесть вот здесь рыли вот здесь все прорыли да Да. Ну вот здесь вот этот канал вот так идут. Не вижу. А как? Дай мне сигарету. Олег. Ты кому? Тебе, тебе. Тебе два раза съесть. Он дан. Так. Всё. То есть там везде вообще по факту можно стоять? Да, везде можно. Здесь везде можно стоять. Ну я и мы шли ходить. Там есть, конечно, места до пиццы? Да. Ну, а где земля? Что у меня? Провод? Постики оторваны, да. Тихоточки оторваны. Ну, что он работает? Для GoPro? Да, на всех случаях. Угу. Ну то, что зверю не растащил, тоже странно. Вот косточка лежит. Это не косточка, а трава. А трава такая? Казалось, извиняюсь. Я уже понял, что трава трубчатая, да? Ага. Показалось просто, как будто трубка такая торчает. Он рыли здесь. Да? Ага. Здесь рыли, рыли, очень сильно рыли. Ой, здесь сюда ничего нет. Да, да. Ну, вот уже всё почистил, я думаю. Да. Мы когда здесь были последние? Мы пускали, минимум. 5... 5 февраля? Нет, 6 февраля. Вот этого не было. Вот там вот, в канаве, да, кроссовки. Какой, вот в этом же первый? Да. Да ладно. Да. Кроссовки. Нет, ну как минимум. А не было тут среднего каких-то, нет? Да нет еще, конечно. А, это шли. Мы не знаем. Куда ж она осень прошла? Здесь нет. Здесь нет. Вот тут есть, здесь всё рыли. Да. И вот здесь рыли. Наверное. Наверное. Ну вы... Я бы не сказал, что похожи на штыки. Лопатные. Я показываю просто место. Ориентируем, смотрите, вот этот сухой облакан на дереве. И вон осиненная рога стоит. Она так хорошо видна с фотографией. Нет, просто там прямо в находке появился злое место. Как будто полянка такой... Я даже сюда машину слушаю. Отрывали. Ну это уже полутруха морковая. Да. Это не косточка, а трава. А трава такая? Да. Подними. Я же понял, что трава... Трубчителя. Показалось просто, что вот трубка такая. У меня было. Оно и вот тоже. Такое, неприятное. Что-то. Ой, тут его ничего нет. Нет. Случайность тоже нет. А последний сигнал телефона не обнаружил? Ну, сигнал... Телефон там остался, на шалаше. А, там остался. Телефон там, а сим-карта... Изъяли, да? Нажимаю. Ну, изъяли, да. Телефоны забирали. Телефоны забирали. Все это, наверное. Нажимаем. Телефон там... Я тоже... Зачем забирал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok